Задавать себе неприятные вопросы полезно. Задавать себе неприятные вопросы полезно Александр Куприянов о величии духа и современном процессе литературы. Литература. Писателю диктофона Кузьмина Ольга. Теги. Ольга Кузьмина. Александр Куприянов. Интервью. Литература. Писатель. В Санкт-Петербурге состоялось вручение международной литературной премии имени поэта Бориса Корнилова. ЛГ побеседовала с ее лауреатом Александром Куприяновым. Литературная премия имени Корнилова одна из самых престижных. Для вас она значит что-то особенное? Конечно. Пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо организаторам и устроителям премии. Для меня эта награда почетна. Горько, но имя поэта Бориса Корнилова ныне практически неизвестно молодому поколению и почти забыто поколением старших. Но для меня оно особое. Вы не раз говорили о литераторах того времени как о явлении. Судьбы и наследия тех удивительных писателей не дают мне покоя. Я хоть и родился через шесть лет после окончания войны и помню отлично, каким счастьем были три конфетки и четыре апельсина на Новый год, все же не могу назвать свое детство каким-то очень тяжелым. В моей жизни были другие испытания, вроде исключения из комсомола за участие в антисоветском журнале, но это все равно было не то, что выпало людям довоенной и военной эпохи. Они же, эти поэты милостью Божьей, были часто просто не приспособлены к тому, что уготовила им жизнь. Мандель штамотправкой в лагерь изначально был обречен на гибель, поскольку физически не мог вынести того, что ему предстояло. Таких неприспособленных к ужасам зоны интеллигентов называли доходягами. Как обозначали тех, которые погибали от недоядания и лишений, не имея никакой возможности уцелеть. Нам трудно представить сейчас, как мог человек, скажем, пройти 60 километров по морозу из одной точки в другую в раздолбанных ботинках, потом спать черт знает на чем, а утром, отодрав голову, примершую за ночь к обшивке барака или нар, снова идти или работать на износ. И оставаться человеком. Это самое трудное. Если почитать того же Константина Воробьева. Да, блистательного Воробьева. А Павел Васильев, близкий друг Корнилова, ему 30 лет не было, когда он написал поэму «Соленой бунт». Я плотно занимался исследованием его жизни и судьбы. И сам Корнилов невероятно одаренный. Какие темы они поднимали в том возрасте, в котором сегодня только продолжается взросление. Как много знали и как много чувствовали и до какой глубины доходили. Они к 30 годам совершали уже нечто такое в литературе, до чего сегодня не дотягиваются и в 50. А как выживали? Почитать хотя бы Астафьева. Он мой крестный отец в литературе. Я не устаю это повторять с благодарностью. А Заболоцкий. Перечислять можно долго. Корнилов написал как-то. Я доживу до старости, до славы. Как страшно, что он и предполагать не мог своей судьбы. А может, лучше и не знать ее. Заглянуть вперед никто не может. Я помню, как мой наставник в литературе, известный критик Юрий Петрович Иванов, которого мы студентами называли Юрпетом, как-то сказал, а ты не думай, что один пастернак страдал. Были еще другие Васильев, Корнилов. И я погрузился в изучение их личных историй. Я помогал открывать музей Павла Васильева в Павлодаре, списался с его сестрой, уходил в тему все глубже. И к своему истопнику я пришел, бесконечно размышляя о том и последующем времени. Долго, 30 лет, собирая для романа материал, я мучился сомнениями. Солженицын же все написал уже. И Шаламов. Зачем? И зачем? О величии духа людей той эпохи я думал постоянно. Они в нечеловеческих условиях умудряли сохранять человеческое достоинство. Тема, с которой меня свела когда-то командировка история Дусиолиньского тоннеля и строивших его зэков, увиденный мной брошенный лагерь, заставляла меня задуматься, а как ты сам, Сашка Куприянов, вынес бы такие лишения, такое напряжение, испытания каждую минуту, час, и день, и годы. Смог бы не сломаться, не стать стукачом, предателем, достоинство сохранить. Я, например, плохо переношу боль. А они ее терпели и ложками скребли этот тоннель, потому что не было никакого инструмента. Поэтому выступники я сам себя под видом одного из героев послал в прошлое и проживал, таким образом, эту жизнь, примеривая ее на себя и задавая самому себе неприятные вопросы. Мне бы хотелось, чтобы так примерили на себя жизнь тех людей и читателей. А вам не кажется удивительным, что тогда, в условиях полного отсутствия комфорта и при полной неясности судьбы, будущего, писались такие вещи, которые оставались в веках, а сейчас, как кажется, аналога в той литературе нет? В основе традиции русской литературы лежит страдание. Сегодня пишут те, кто не мучается. Нет, я не хочу сказать, что написать что-то способен только тот, кто лежал на нарах. Просто мы становимся рабами эпохи уже не потребления даже, а постпотребления. Вы хотите сказать, что литературный процесс, тот, что обладал всеми чертами, присущими исключительно русской литературе, завершен? Нет, я с этим не согласен. Литературные процессы идут, в большей степени, как мне кажется, в провинции. Так и хочется уточнить, потому что там страданий больше. Сегодня мы знаем некий набор имен, которые тусуются где-то возле премии, и в общем-то все. Нет, я не могу кидать в этих писателей камни и говорить, что создаваемая имя литература. Но все же традиция русской литературы в том, что автор, писатель всегда проходят через некую боль, страдание или сострадание. И этого сегодня почти нет. Безусловно, жанр романа меняется. Я, например, сам написал кинороман, писал картинами. Надеясь, что его прочтут молодые, сознание которых отличается клиповостью. В современных романах боль присутствует, но она иная. Так страдания ли там присутствуют? Может, негативизм? Нет, это другое. Негативизм — это отрицательное отношение самого автора произведения и к его героям, и к истории, и к родине. Проблема нынешнего периода в том, что нет объективной оценки прозы. Премиальная сфера в литературе сегодня огрешит лоббированием, тасованием одних и тех же имен в обойме, в которую не так часто попадают новые имена. Иногда и известные фамилии звучат заслуженно, но новые не так часто, как хотелось бы. Александр Кузнецов-Тулянин пишет настоящую прозу, тугую, насыщенную, густо замешанную. Но его знают немногие. Или Михаил Тарковский, родственник знаменитого режиссера. Он уехал когда-то в Глухомань, пишет там. И как пишет. А те, кто в обойме, иногда так шумно пиарятся, что мне тоже не очень нравится. Их литературные агенты делают их участниками бесконечного процесса мелькания перед камерами. Выходит, настоящая проза все же есть? Есть. Есть, скажем, Захар Прилепин. Его Санька, безусловно, настоящая проза. Есть роман Синчин и его Елтышевы. Эта книга настоящая, страшная, мощная. И есть совсем другая проза, например, Рюрика Анны Козловой. Все это настоящее, то, что может нравиться или не нравиться, о чем можно спорить. Но настоящее. А вот появившихся литературных ремейков я не понимаю. Что это? Как? Как такое возможно вообще? А кто, кстати, для вас компас в литературном мире? На чье мнение вы опираетесь, если, например, хотите выбрать книгу? Прежде чем ответить, скажу, что давно не видел настоящей литературной критики. Она если и не приказала долго жить, то находится в стадии какого-то трепыхания, что не может не расстраивать. Вот, не стало недавно Анненского, светлая память. Глыба он был, Лев Александрович. Критика сейчас не в фаворе, мне кажется, потому что время такое. Похвала она как-то милее. Ну, она всегда была милее. Но критика нужна. Жаль, что она сегодня в большей степени играет роль некоего обслуживающего клана. Эти за славянофилов, те за либералов, ну и так далее. А мячки нужны. Отсутствие профессиональной критики, литературной ремейки явлений и правда удивительное. Все это вас печалит. А что еще не нравится? Меня расстраивает то, что труд писателей оценивается невероятно низко. В этой связи надо сказать все же спасибо различным премиям. Они хоть как-то помогают писателям выживать. То, что многие хорошие писатели издают сейчас книги за свой счет, это тоже беда. Без солидной поддержки государства то, что они издают, просто пропадает, не доходит до читателей. Правда, есть подвижники. Например, Сергей Кондратов, глава издательства Тера, издает изумительные книги и помогает возвращать незаслуженно ушедшие имена. Сейчас, например, работает над переизданием Юрия Нагибина к грядущему столетию писателя. А над чем вы работаете? Сейчас отдаю начитку новую роман-утопию с рабочим названием «Самоэт». Ну, или «Тасобей». Там изображена Москва через сто лет. Лихой, накрученный сюжет, я бы сказал, смелый. Так что жду вердикта моих редакторов. Ильга Даси и Александр Иванович Куприянов журналист, писатель, публицист. Главный редактор «Вечерней Москвы». Автор романов «Легунда», «Йокарный бабай», «Ангел мой», «Флейта Крысолова», «Тай Мерий», «Не мой день», «Жук золотой», «Надея», «Истопник». Долгое время издавался под псевдонимом Александр Купир. Многократный лауреат премии Союза журналистов СССР и России, премии «Золотой Дельвик», вошел в лонглист русского букера. Продолжение следует...